Отлично. Ну что, без фильтра? Без фильтра, а тоже ничего? Все хорошо? Хорошо. Доброго дня всем. Сегодня мы поговорим с Надей, которая была выбрана практически половиной участниц полезных связей. Проголосовали за нее и помогали всю неделю. Мы хотим ей достигнуть большего успеха, большего результата. И спросим, как это было, впечатления. Расскажи, пожалуйста, как ты узнала вообще про полезные связи, как ты попала на эту встречу? Здравствуйте все. Я не сад друга. Мы как раз занялись какими-то постановками, чтобы где-то выступить, чтобы где-то начать о себе рассказывать, что-то как-то продвигаться самим. И она мне пишет, что у меня такая идея, это такое мероприятие, давай пошли. Мне было не особо, когда об этом разбираться. Я просто ей довелась, сказала, окей, пошли. Я почитала про мероприятие, посмотрела Олену страничку и поняла, что соберутся куча красивых женщин, умных, интеллигентных, каких-то талантливых в своих областях. Так как я, грубо говоря, я танцовщица, и посмотреть на обычных женщин, которые в этом мире чего-то добились, мне всегда очень интересно. Потому что я живу в каком-то своем особенном мире. И это был такой нырок в реальный мир. Удачный, я бы сказала, нырок. Да, и я пошла, в общем-то, посмотреть на красивых девушек, послушать, чего умного скажут, и попить хороший кофе. Потому что кофе я не пила до этого момента, но, наверное, с месяца это точно. Мне хотелось кофе. Мне хотелось купить кофе в ресторан. Это забавно, но это правда. Почему? Я понимаю, если бы тоже устраиваю периодически такие детоксы, кофейные детоксы. И да, часто бывает такое, что какая-то встреча, и я имею право полное, не можно сегодня выпить кофе, если есть первое важное. Да, да. И я прекрасно понимаю, так же иногда делаю. Хорошо. И расскажи, пожалуйста, вот ты победила, да? Вот я объявила, что выбрали тебя. Твои впечатления, твои чувства? Да мне дошло не сразу. Но потом, когда дошло, я потом была, блин, это же надо будет сейчас всю неделю с кем-то общаться, всю неделю как-то отдавать себя. У меня вроде как времени нет, я учусь, блин, первое было в голове. Я растерялась очень сильно. Я подумала, и когда ты сказала, что половина, я, честно говоря, не поверила. Это что? Потому что я голосовала за другого человека. Ну, конечно, сюда нельзя, да. Я бы рада не могла, потому что она сказала, какие условия. Ну, просто вспоминая, как у пиратов Каибского моря прошел у них вот этот слет капитанов, где каждый голосовал застанавливаться благодаря этому. Ну, да. Я хотела вот как-то так пошутить, да. Ну, я не ожидала. Это было полной неожиданностью. Приятный ход? Очень приятно, потому что до этого у меня был такой немножко период после тяжелого ковида, я была немножко в депрессии, у меня какое-то вот это время тишины внутренней было, и где-то в глубине души зарождалось желание, что пора, пора как-то вот это выходить из-за этого, пора смотреть на мир, и все же это со мной нельзя произошло. Значит, значит, дальше, если я не умерла, значит, все будет хорошо, это точно. Однозначно. Поэтому здорово. И, ну, мне очень интересно, очень интересно, как прошла твоя неделя, потому что, по-моему, ты все время была настолько занята, даже ночью. Я понимаю, что концентрации были на 21.00, и как бы я на них шла после тренировок, потому что я понимала, что мне дается сегодня, неделя, что люди искренне хотят мне помочь, что я должна взять по максимуму, и я отдала этому все свое возможное и невозможное время. И то, что мы с тобой замутили вечеринку в конце этой недели, я погорячилась сильно. Я прямо... Погорячила? Мне надо было сделать это позже. Я не понимала, что меня ждет. Я не думала, что это будет настолько насыщенно. Но, как бы, дала слово, надо удержать. Ну, вечеринка получилась просто фееричная, это шелкало, это прям трудно назвать на самом деле вечеринкой, но об этом чуть позже, потому что это было потрясающе. Это было на исходе сил, это было на бешеном нервном напряжении, но благодаря этому случился, наверное, главный инсайт не то, что недели, а вообще всей жизни по-разному. Поэтому все к лучшему. Абсолютно все происходит к лучшему. Лишний раз я в этом убеждаюсь. Здорово. А знаешь, я как психолог могу сказать, что да, часто бывает такое, что когда напряжение еще больше увеличивается, еще больше нагрузки, особенно хорошей, да, вот как сейчас, то есть, в принципе-то, это не просто напряжение, все хотели и были направлены на помощь тебе, да, то контроль ума, он ослабевает, ну, невозможно, просто невозможно слишком много всего в ограниченное время, да, и происходит инсайт, происходит прорыв именно на этом, что все, ну, сдаюсь, сдаюсь, принимаю как есть. Могу сказать только одно, это было необходимо и это было необходимо. Здорово. Это здорово. Расскажи, пожалуйста, с чем ты пришла, что ты сказала примерно тогда навстречу и про свою профессиональную деятельность? Вот примерно так я и начинала. Отлично. У кого вдох или немножко такого. Мне очень сложно говорить о себе, я не знаю, почему. Я преподаватель танцев. Я преподаватель бэлли-данса, преподаватель АТС Трайбла и я преподаватель йоги, но в прошлом это было очень активно, сейчас после большого перерыва я снова учусь в Академии йоги, потому что у меня проснулся какой-то синдром самозванца, мне вдруг стало страшно, потому что практически любой человек, который в России приходит к тебе на занятия, спрашивает, а где вы учились, а какой у вас сертификат, а кто вы, что вы. в Казахстане, откуда я приехала, ну это было в новинку, я, наверное, с первых начала это в своем маленьком городе, и люди просто шли, получали результат, и по самому радио это все как бы набирало обороты, я была очень востребованы преподаватели, были полные залы, ну я была в форме получше, наверное, чем сейчас, но ничего, я думаю, форма это дело наживной, все будет хорошо, и так вот я танцевала, и дожила, потому что одно из другого невозможно, я пришла изначально в танец живота, потому что мне понравилась эта мягкость, эта женственность, мне хотелось нравиться маме и мужчине, мне хотелось быть для него изюминкой, самим совершенством, и именно восточная девушка, такая немножко с загадкой, с изюминкой, в которой есть вкус, наверное, к удовольствиям, например, кофе с орехами, каким-то таким вот мещам, маленьким, миленьким, в красивых чашечках, она, ну как бы я искала именно того мужчину, которому это понравится, и я нашла, все нормально, вот, и потом я случайно узнала про Трайбл, перед тем, как я поехала учиться в Москву к Трайбл-Хануму, я случайно попала в Индию, увидела, что такое йога, я еще толком этого не понимала, но я подумала, что таковостная растяжка и для нагрузки после танцев это идеально, и как-то вот оно у меня все эти три пассы сложились, я отучилась в Москве, получила сертификат, диплом, но у меня была прямо зачетная книжка, где нам ставили вот эти наши все зачеты, и итогом был экзамен, вот, и в итоге я соединила это все в кучку, и у меня мой Танец живота, он немножко трайбловый, мой Трайбл немножко со смыслом все-таки, с уклоном на красивое тело, на эстетику, и йога, она у меня тоже направлена на мягкость, на расслабление, мне нравится аштанга йога, я начинала заниматься ею, это была очень такая сильная физическая практика, наверное, для мужчин, как я сейчас в последнее время узнала, йога это вообще боевое искусство, но как можно выгорать, да, то есть женщине можно все, вопрос как она сделала, да, йога дает спокойствие, дает физическую силу, действительно дает физическую силу, и в танце нам нужна выносливость, и в то же время нам нужна мягкость и текучесть, трайбл это вообще, это тема, о которой я могу говорить бесконечно, это сочетание трех миров, это фламенко, это Индия, это арабский танец шивата, то есть это все вместе сделано в такую прекрасную форму, чем мне действительно нравится этот стиль, что мы там как клан, мы племя, мы учим движение, так называемые слова движения и ключи к ним, то есть девушки, которые изучили где-либо то же самое, ту же самую систему, могут встать и вместе со мной под совершенно любую музыку, станцевать там, как будто у нас были долгие часы репетиции, я думаю, вчера на вечеринке мы в этом убедились, и сами девочки убедились, потому что я, честно говоря, простите меня, мои хорошие, я немножко схитрила, я им предложила, давайте выберем мелодию, вот под нее ты будешь делать это и вот это, а ты вот это, и в общем, вам же страшно, вы же как бы новички, все дела, но в итоге, когда я пришла в день выступления, я сказала, девчонки, короче, что-то у меня с плеером, я не знаю, в общем, вот вам мелодия, в общем, давайте вот под нее, просто вот встали, это был для них тоже очень большой сюрприз, но я считаю, что они справились, и все было очень красиво, очень красиво, но это, конечно, я вас обожаю, это, конечно, да, думаю, было очень страшно, когда они об этом узнали, просто не было времени, не было варианта, они узнали буквально, да, некуда проживаться, но все получилось, система работает, это прекрасно, и это прекрасно тем, что я очень часто ездила из Казахстана на фестивали в Москву, я видела, как приезжают с Америки, с Китая, да, вообще, неважно откуда, со всех волков в России, мы вставали, и мы танцевали, и это было реально круто, как ты чувствуешь себя частью вот этого сообщества, это особенные украшения, это особенный стиль, это музыка, это вообще мозг меняется, когда ты приходишь в Трайву, и чем мне очень сильно нравится эта философия, больше, чем в Валидансовской, тем, что мне интересно, как лидеру клана, чтобы мои все соплеменницы, они были прекрасны, мы развиваем вкус друг у друга на украшения, на одежду, мы открываем друг для друга какие-то грани, когда я езжу в Индию, я никогда не возвращаюсь с пустыми руками для моих девчонок, будь то ткани, какие-то сережки или какие-то, не знаю, браслеты, я все стараюсь сделать для девчонок, потому что мне это удовольствие, потому что мне это нравится, мне интересно, чтобы вокруг меня были сильные, красивые, спокойные, счастливые женщины. Раньше Трайв был, именно АТС, он был такой, немножко черной одеждой, потому что пошло из Америки, он возник вообще, как протест на самом деле. Протест против блесток, танцовщиц, которые хотят соблазнить всех вокруг. Это было танец. Это как, у меня есть квартира, машина, шуба, голова не болит, никого не ищу, просто хвастность. Это про Трайв был. То есть мы здесь демонстрируем внутренний стержень, который нам дает техника фламенко. Мы демонстрируем веселье, радость жизни, которой полна вся Индия. И в то же время наша работа бёдер, как были танцы, есть очень много именно этнических бэлли-дансовских движений, которые были, как это называется, вылетело у меня это слово. В общем, народный танец. То есть это не какие-то изящные, специально придуманные. Они естественные, которые в момент бурного веселья, я думаю, умеют сделать каждая женщина. Конечно. И то, что сейчас это работает на осанку, это прям в наше время очень большая ценность этого танца. Потому что держать горизонт, держать внутреннюю линию, это очень важно сейчас. В этот момент надо танцевать, мне нужно играть на сагатах, и нужно слышать музыку, нужно понимать, что там люди, нужно понимать, что сейчас закончится музыкальный квадрат, я могу что-то включить, или я не могу включить. Вот это движение сильно длинное, а вот это короткое, это будет долго-мутно, то есть это все проносится в голове. В общем, это трэш. Но когда ты это понимаешь, когда это все начинает с тобой работать, ты реально чувствуешь себя всемогущим. Потому что ты можешь все. Ты Юлий Цезарь в этот момент. Да. Да, человек-оркестр. Это очень круто. Это очень круто. Да, здорово. Скажи, пожалуйста, сколько лет ты в этом? Танец живота я преподаю с 2005 года, а в Трайбле я с 2011 года. И примерно с того же времени я в йоге. Но в 2014 я переехала сюда, в Россию, и у меня случился немножко такой депрессняк, потому что меня оторвали от того места, где всю жизнь я с рождения, считай, жила, где у меня были группы, где мои девочки, где мои залы, где мои родители, где все мои друзья, девочки, Казахстан, привет, я вас так люблю, я помню. Кто-то меня нашёл из вообще давних-давних учениц в моём аккаунте «Энергия Дэнс», и вовсяли столько тёплых слов, я реально сидела, вытирала слезы, улыбалась до ушей. И, наверное, в такие моменты ты понимаешь, что ты ценный для людей, что кто-то должен нести вот эту вот культуру движения. Здоровье, как мы можем получить здоровье физического тела? Я думаю, что немногим интересно ходить в тренажёрный зал «Махача» обманка для ума, ты вроде бы танцуешь, ты выходишь всё равно мокрый, ты понимаешь, что много всего ты сделал, и ты чувствуешь мышцы, ты чувствуешь, что у тебя тут болит, там болит, а если мы ещё начинаем как в танце живота делать всякого рода наложения, это вообще виртуозность, это ты танцуешь каждый с этим мент своё тело, ты его чувствуешь, он тебя слушает, и вы понимаете друг друга, потому что тело это такая интересная вещь, как танец. – Здорово. Скажи, пожалуйста, чего бы ты хотела достичь о своих мечтах как профессионал, как преподаватель? – Как преподаватель я хочу иметь учеников, я хочу, чтобы обо мне узнали те, кто может быть со мной на одной волне, те, кому это нравится, которые, может быть, тоже чувствуют себя в реальной жизни как-то немножко неуютно, и нам нужен какой-то свой мир полный открытий ежедневных, потому что не всем нравится Восток, Трайвел именно хорош тем, что не только там восточная музыка, там может быть и современная музыка, где мы можем просчитать квадраты, то есть любые девушки немножко нестандартной внешности, любого телосложения, с любыми вообще жизнями, приоритетами могут найти здесь свое место. В наше такое время, когда ковид нас всех очень так разделил, по причинам и любез, я думаю, мы поймем потом, может быть, но нам необходимо все-таки объединение, мы не можем все делать онлайн, нам нужен живой свет наших глаз, нам нужно вот это общение, нам нужны единомышленники, и нам нужно движение, потому что сидеть за компьютером бесконечно, это страшно. Поэтому мы сегодня проводим эфир не из разных аккаунтов, а вот сидя за столом живую, попивая чаек вкусный, со сладостями. Как раз только хотела тебя спросить про онлайн. Планируешь, ладно, сейчас понятно, но хотя бы в будущее планируешь ли ты вести уроки онлайн? Я понимаю, что этому нужно научиться. Это безумно сложно, потому что даже йоги я училась у учителей вживую, я очень долго не могла, включив YouTube, что-то делать, потому что безумное количество нюансов. То же самое в танце. Я должна увидеть, и я боюсь, что онлайн я не увижу. Я понимаю, что у меня набьется глаз, именно поэтому я пошла учиться в Московскую Академию йоги, потому что там упор на обучение онлайн. Нас учат видеть, понимать с помощью каких-то тестов, которые я могу попросить человека сделать, я могу понять, что у него не так. То есть думаю, что да. Да, это очень интересно. Я сломала себе мозг, но я понимала, что мне это просто необходимо, потому что йога это вроде как такое уединение, а тут ты контачишь со всем миром, потому что по сути это тоже такой аспект безграничности, когда неважно тебе где человек. Потому что очень давно еще мне начали задавать вопросы бывшие ученики из Казахстана, что вы не планируете его. Конечно, я думаю, я очень радуюсь. два года назад в Индию на границе с Пакистаном. Просто вот она замужем за Брамином, живет там, и я поехала к ней, меня ничего не остановило, хотя меня пугали, что Надя, это страшно, это нельзя, это Индия, там полигоны. Мне было все равно, там живет мой учитель, я должна туда ехать. Светлана, намаскар, если вы вдруг смотрите этот эфир. Чем ты гордишься больше всего как преподавателя? Я горжусь собой. Я горжусь, что это стало частью моей жизни настолько, что это то, как плетено в мою жизнь, и это та изюминка, которая помогает мне лучше понимать тех, кто рядом со мной, и им больше узнавать какие-то аспекты самопознания, потому что философия это очень-очень-очень большая такая тема, которую я тоже люблю. Если я вижу, что человеку интересно, я могу поделиться тем, чего он еще не знает. И я не особо распространяюсь об этом на тренировках, потому что на тренировках у нас есть цель. Это танцевальное движение, наша тема, упражнения физические. Но когда мы собираемся узким кругом, мы это делаем иногда, заходит разговор, и мне есть чем удивить моих слушателей. Я горжусь собой в том, какая я здесь, что именно это стало частью моей жизни, что я это могу, и у меня есть возможности, силы и желания понести вот это все в мир. Потому что был момент, когда я переехала сюда, мне показалось, что все, ты ушла с того места, ты борвала все эти связи, сожгла все мосты, оставила преподавателей, чтобы они там не заменили тебя, не заняли твое место. Я думала, что, наверное, я должна делать что-то другое здесь. Наверное, я юрист по образованию, наверное, надо как-то вот там продвигаться, знакомиться с людьми и зарабатывать пенсию, как всегда говорили родители, потому что, ну, в советское время все было так. Для них всегда вообще было очень удивительно, что я посвятила этому жизнь, что я танцую, и мама мне частенько говорила, ты состаришься. Мам, благодаря танцам я состарюсь не скоро, честное слово. Все будет хорошо. Вот. Я думаю, что каждый человек нужен таким, каким его создали. То, что у него вшито по рождению, всегда найдет применение. Если мы видим звезды, значит, это кому-то можно, да? Есть какая-то такая фраза. Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Поэтому я думаю, что и я такая нужна. Я рада ведь девочкам себя, и я оказалась в нужном месте, наверное, в нужное время, и как бы все, что не делается, все в лучшем. Я очень люблю фразу. Приходящие случайно дверью не ошибаются. Я не ошиблась. Ни дверью, ни городом, ни страной, вообще ничем. Я все делала правильно. Я астролог, кстати, на неделе тоже мне это подтвердила. Она мне сказала все то, что я уже давно понимаю. Надо, наверное, это было услышать и от звезд тоже, чтобы успокоиться и перестать слушать голос разума, так сказать. что бы ты могла пожелать тем, кто будет смотреть, это в записи, например, и тем, кто придет на полезные связи или победит в полезных связях или будет думать, идти, не идти. во-первых, полезные связи оказались такой полезной штуковиной. Полезные связи, да? Даже тут дело не в связях, а дело в том, какие возможности ты получаешь, потому что я очень многого не знала. Есть только разные профессии, о которых мы ничего не знаем, и которые, так же, как и я, сидят тихонечко в уголке и скромничают. Нужно выйти, выпрямить спину, заявить о себе, и, возможно, ваши клиенты будут очень счастливы, что наконец-то вас нашли. Да, так было. Нужно о себе говорить, нужно сюда идти, однозначно нужно, потому что расширится круг. Я познакомилась с безумным количеством потрясающих женщин, просто я надеюсь, что мы будем дружить, и что мы будем как-то общаться и пересекаться, и что я смогу тоже в свое время, может быть, каким-то образом быть им полезно от всего сердца, потому что, когда ты получаешь, тебе так хочется отдать. Да. А получила я достаточно. И моя неделя не закончена, у меня еще есть два специалиста, которых я очень жду на этой неделе, потому что, ну, и у них не было времени, слава Богу, потому что, не примеди Господи, у меня бы не хватило времени на них. И я думаю, что это, что я тоже буду постоянным участником, я думаю, что мы тоже есть чем быть полезной, конечно, удовольствие надо сделать, потому что кармический менеджмент, это такая лакмусовая бумажка. С чем вы приходите, что вы отдаете, вы получаете взамен немножко больше обязательно. И самое главное, наверное, делать все с открытым, с чистым сердцем, с открытой душой. Куда бы вы ни шли, кому бы вы ни шли, я всегда шла с такими распахнутыми глазами, готовая вообще впитать это все. И даже если я что-то знала, я засунула, я такой, подальше, я должна была слушать. И не зря, потому что я услышала очень много нового. Все нужно делать с открытой душой. Открывайте сердце, мир, мир обнимет вас. Да, это правда. Знаешь, про что еще хочется рассказать? Немножко хотела. Про вечеринку. Это было потрясающе. Это был целый интерактив. Там было и шоу, и танцевали и гости, и кто немножко знаком с этим, и не знаком. И были и конкурсы, причем конкурсы такие очень теплые, очень веселые, драйвовые. Мы посмотрели и узнали массу всего интересного, и даже штучками вот этими научились немножко пользоваться. Мы научились играть в триголь. Да. Да. Мы научились это делать. Это было все, ну, потрясающе. И мы поели фирменную шарлотку. Да, свежайшую, вкуснейшую. Там был восточный антураж. Действительно, как попали в такую восточную сказку, ну, это было очень, 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 очень классно. И я искренне надеюсь, что это был первый раз, но не последний. Да. Наверное. Хочется, конечно, чтобы еще больше людей было, да. Для меня было, кстати, открытием, что у людей вызвал такой восторг одеть саре и украшения. Да. Это значит. Наверное, я за этим я за этим ездила в Индию, потому что я там могу спокойно одеть саре, и никто тебе не скажет, что ты там принадлежишь какой-то особой философии, там просто, ты просто красивая. Ты одеваешь любое платье, любое украшение, идешь там куда угодно, на тебя никто не смотрит. Здесь, если ты одеваешь какую-то необычную одежду, а если, не приведи боги, ты вышла в таких гусиках красивых, с вот такими сережками, все при объекте внимания не всегда такого теплого, скажем так. Здесь не умеют этому радоваться, хотя, наверное, должны. Даже вчера была девушка, которая пришла с обычным каким-то таким легким бисерным ожерельем, и она поделилась, что это было прямо ломко вот это одеть и пойти в этом на улицу. А почему? Не знаю. Женщина это такая. и какие-то массивные украшения и радуюсь этому и вот это для кого-то это прямо ломко. Видишь, как хорошо, что ты послужила У меня был раз код. Я сказала, что если на вас не будет чего-нибудь красивого восточного, ничего делать у меня. Да, это интересный опыт, конечно. Спасибо тебе, пожалуйста. До новых встреч и на полезных связях присоединяйтесь и приходите танцевать. и приходите танцевать. я, например, уже иду. Уже определилась с направлением, ну, я выбираю трайбл, мне это очень нравится, это интересно. И да, так что буду танцевать. Если бы ты выбрала были танцы, я уверяю, тебе тоже было бы интересно. Да, да. Ну, здесь, как правило, люди выбирают, что им необходимо. Если им хочется больше мягкости и женственности, то лучше, наверное, прийти на танец живота. Если хочется вот этого вот общения, драйва вот этой сумасшедшинки коллективной, то вам на драйв было однозначно. Да, здорово. Спасибо тебе большое. Я благодарю за встречу, очень было приятно. Я вижу, что Саша там он знает, Саш, привет, моя лучшая ученица. У тебя все прекрасно. они прекрасны, но Саша как-то она пришла сразу и очень долгое время человек со мной и я думаю, что мы уже можем назвать друг друга подругами. Это бывает нечасто, но я просто счастлива. Хорошо. До новых встреч, хорошего дня и прекрасной недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова